Уход за шерстью, кожей, когтями, ушами, глазами, ротовой полостью – довольно простые процедуры в гигиеническом подходе, помогающие избежать возникновения множества заболеваний домашнего животного. Гигиена играет важную роль в жизни наших питомцев, но и она должна быть умеренной. Не нужно ударяться в излишние гигиенические процедуры, это все тоже вредит нашим животным. То есть шерсть имеет гигроскопичные свойства, водоотталкивающие. Когда мы животное моем часто, волос высыхает, жир высыхает и функции свои шерсть прекращает выполнять. Чешуйки становятся рыхлыми, шерсть становится пористой и барьерные функции кожи в том числе также утрачиваются. То есть это способствует развитию как грибковых заболеваний, так и паразитарных заболеваний. Существует и такое понятие, как зуд купальщика. Здесь нужно быть внимательными тогда, когда отпускаете своего питомца купаться в водоемах. Проблема такая, это зуд купальщиков. То есть это нематоды, которые выделяются с испражнениями водоплавающих птиц. Они в воде плавают, когда животное в воду погружается, они внедряются в шерсть и начинают атаковать кожу, вызывая зуд. Из животных нужно постараться вымыть проточной водой, оградить от самопогрызания и обратиться за ветеринарной помощью. Потому что зуд может быть остро выражен, животное себя вплоть до того, что очень сильно травмирует. Такие паразиты могут появиться и на спальном месте четвероногого друга. Также эти нематоды могут быть в подстилке животного, когда собачка на сене живет в будочке, будка цирелая, не поменяли после зимы, не провели замену подстилки. Влажная подстилка в домах, когда они совсем соответствуют зоогеническим нормам. Там также есть такие паразиты, которые могут атаковать и вызывать зуд. На невооруженном глазах, как правило, их не видно, но они есть, тем не менее. Другая сторона – это антисанитария, конечно. Когда животное содержится в ненадлежащих условиях, там уже, как правило, либо грибковое, либо бактериальное поражение кожи животных. То есть все нужно в меру. Излишние гигиенические процедуры тоже вредны, но и следить за состоянием наших животных мы обязаны. Важно приучать питомца к рукам с первых дней его появления в вашем доме, чтобы в дальнейшем проводить простые регулярные гигиенические процедуры без особых трудностей. И не забывайте, что питомцы нуждаются в любви, заботе и позитивной атмосфере. Проводите время с вашим питомцем, играйте, ласкайте их, общайтесь с ними. Положительные эмоции и взаимодействие способствуют общему благополучию питомца и его здоровью. Продолжение следует...